В канун 9 мая праздничные вечера для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла проводились во всех районах Магнитогорска. Самый масштабный состоялся в Ленинском районе. Для героев-ветеранов силами районной администрации и депутата Законодательного собрания Лены Колесниковой был организован праздничный концерт. Коллективы городского дворца творчества детей и молодежи подготовили для гостей яркий, праздничный, прекрасно организованный концерт. Главным подарком для юных гостей праздника, школьников Ленинского района, стала возможность пообщаться с живыми свидетелями самой страшной в истории человечества войны. В числе почетных гостей – участников Великой Отечественной войны, которые рассказывали ребятам о кровавых фронтовых буднях, и бывший пулеметчик Яков Михайлович Онищенко. Я открываю огонь длинными очередями. Сколько я их убил, я не видел и не слышал. И в это время у меня в голове дом, мама. И я теряю сознание, потому что меня снайпер засек и снял меня с пулеметра. Я упал, а потом, когда пришел в сознание, меня депутат еще говорят, пуля пробила каску в двух местах, череп пробит. О недетских испытаниях, выпавших на долю юных ленинградцев, голодавших и замерзавших в городе, окруженным фашистами, рассказала председатель Магнитогорского общества блокадников Галина Ивановна Каукина. Мы остались в блокадном Ленинграде. Мама и четыре девочки. Мало-мало меньше. Весь вечер в адрес ветеранов со сцены звучали слова благодарности и поздравления от руководства города, Ленинского района и депутата законодательного собрания Челябинской области Лены Колесниковой. От всего сердца желаю вам здоровья, мира, добра, долгие годы чтить память о Великой Победе, любить и гордиться своей Родиной. С праздником вас! С Днем Победы! С помощью Лены Колесниковой для гостей праздника ветеранов Ленинского района города Магнитогорска организаторы подготовили подарки. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИ.